Факты о Фаине Раневской, которые не принято афишировать. Фаина Раневская – великая советская актриса, прославившаяся не только яркими ролями второго плана, но и специфическим чувством юмора. Ее крылатые афоризмы до сих пор ходят в народе, заставляют улыбаться, помогают преодолевать кризисные ситуации. О жизни и творчестве Раневской известно все, но есть в ее биографии факты, которые стараются не афишировать. Детство и юность. Фаина родилась в 1896 году в Таганроге в состоятельной еврейской семье. Ее отец Гирш Фельдман был богатым человеком, владел фабрикой по производству красок, магазинами, доходными домами, успешно проворачивал торговые операции. Многодетная семья жила в добротном двухэтажном доме. Мама занималась домашним хозяйством, воспитывала пятерых детей. Маленькой Фаины было три старших брата и младшая сестра. Девочка росла робкой и замкнутой, она страдала от заикания, поэтому избегала общения со сверстниками и даже просила родителей забрать ее из элитной гимназии. Домашнее обучение помогло ребенку обрести уверенность в себе. Фаина много читала, обучалась музыке, изучала иностранные языки. Огромное впечатление на нее произвел спектакль «Вишневый сад», после которого будущая звезда стала грезить театром. Фаина записывается в театральную студию, мечтает стать актрисой. Но родители категорически воспротивились выбору дочери. Это становится причиной ухода из родительского гнезда. В 1915 году молодая девушка уезжает в Москву, где окунается в мир искусства, знакомится с творческой элитой – Цветаевой Мендельштамом, легендарным артистом Качаловым, в которого безответно влюбляется. Не смирившись с выбором дочери, отец лишает ее материальной помощи и содержания. После революции семья, спасая капиталы, уезжает из России, перебирается в Прагу. Фаина остается в России. Непокорная дочь обрывает все связи с родными, старается не фишировать свое происхождение и не упоминает о родственных связях за границей. «Муля, не нервируй меня!» Раневская не получила полноценного театрального образования. Тем не менее, создавала такие яркие и запоминающиеся образы второго плана, что затмевало романтических красавиц, главных героинь. С 1915 года она выходит на сцену провинциальных театров Керчи, Феодосии, Смоленска, Архангельска, позже перебирается в Подмосковье. Затем актрису приглашают в столичный театр имени Моссовета, где она в дальнейшем прослужит долгие годы. Выбор псевдонима Раневская не случайен. Фаина всегда считала, что похожа на героиню пьесы «Вишневый сад», потому что всегда что-то роняла, теряла, страдала от собственной рассеянности. И действительно, в бытовом плане она была совершенно беспомощной, поэтому для ведения домашнего хозяйства нанимала домработниц. Все в ее ближайшем окружении знали о сложном характере актрисы. Остроумная, прямолинейная, она не терпела фальши, могла резко осадить режиссера, вследствие чего сменила множество театров. Дольше всего Раневская прослужила в столичном театре Моссовета, хотя частенько конфликтовала с главрежем Юрием Завадским, критикуя его методы работы. Именно в этом театре были сыграны наиболее значимые и запоминающиеся роли. Позже Фаина Георгиевна скажет, «Я переспала со многими театрами, но удовольствия так и не получила». В кинематограф актриса приходит в 1934 году, сыграв госпожу Луазо в фильме «Рома Пышка». Но всесоюзная известность обрушивается на нее после выхода в прокат комедии «Подкидыш». Коронная фраза «Муля, не нервируй меня» была придумана самой Раневской. Впоследствии Фаина не раз пожалела о своем экспромте, ведь он сопровождал ее всю жизнь. Мало кто знает, что даже генсек Брежнев, вручая Раневской орден Ленина, не смог удержаться и пошутил про Мулю. Фаина гордо ответила, что эту фразу кричат ей взгляд уличные хулиганы. Леонид Ильич смутился и попросил прощения у любимой артистки. За свою творческую карьеру Раневская снялась в 25 фильмах, озвучила несколько мультфильмов, сыграла множество ролей на театральной сцене. Но свою лучшую роль актриса считала мачеху из кинофильма-сказки «Золушка». Секрет ее популярности кроется не только в артистизме, но и в своеобразной манере поведения, свободе суждений, благодаря чему многие высказывания королевы эпизода превратились в крылатые выражения. С присущим только ей юмором и сарказмом Фаина Георгиевна превращала собственную жизнь в трагикомический спектакль. Однажды пожилая актриса упала на обледеневшем тротуаре и невозмутимо потребовала у прохожих поднять ее, добив окружающих фразой «Народные артистки на улице не валяются». Личная жизнь. Личная жизнь гениальной актрисы не сложилась. У нее не было ни мужа, ни детей. Возможно, причина была в нестандартной внешности, неуживчивом характере или печальном опыте. Первая любовь осталась безответной. Потом случилось разочарование в молодом человеке, который ей нравился. В итоге Раневская перестала доверять мужчинам. На склоне лет она была очень одинока. В одно время рядом с ней находился журналист Глеб Скороходов. Он оставался единственной связью артистки с внешним миром. Фаина Георгиевна считала его своим сыном и с присущим ей юмором говорила «Я его усыновила, а он меня уматерил». Но их дружба закончилась внезапно. Раневской не понравилась рукопись книги, которую Скороходов написал на основе ее воспоминаний о детстве, юности, раннем периоде творчества. В последние годы рядом оставался только верный пес-мальчик. Безродную дворняжку Фаина Георгиевна подобрала на улице. Выходила, отдала этому существу всю свою любовь и нерастраченную нежность. Собачка очень скучала, когда актриса не была дома. Поэтому она частенько брала ее с собой на репетиции. В память о верном друге на надгробии великой актрисы установили фигурку любимого пса. Еще несколько фактов из жизни Раневской. Много сплетен ходило о нежной дружбе между любовью Орловой и Раневской. Даже высказывались предположения в нетрадиционной сексуальной ориентации Фаина Георгиевны. Слухи подогревали и близкие взаимоотношения с приятельницей Павлой Вульф. В ее доме Раневская прожила несколько лет. Фаина Георгиевна сыграла определенную роль в судьбе Владимира Высоцкого. Познакомились они в 1960 году в театре имени Пушкина. Именно там начиналась карьера будущего Барда. Случилось так, что молодой артист ушел в длительный запой. Раневская встала на его защиту, помогла избежать увольнения, убедив руководство дать ему еще один шанс. Как-то раз актрисе поступило предложение о сотрудничестве с КГБ. Посоветовавшись с близким другом, она смогла от него отказаться, не навлекая на себя гнева всесильного комитета госбезопасности. С невидным видом заявила, что не может быть агентом, поскольку разговаривает во сне и может выдать врагам государственные секреты. После этого актрису оставили в покое. Эта же отговорка помогла ей в щекотливой ситуации, когда руководство настоятельно советовало вступить в ряды коммунистической партии. Умерла Раневская через год после ухода из театра. Причиной смерти стала пневмония, развившаяся на фоне инфаркта. Похоронили гениальную актрису на новом Донском кладбище рядом с сестрой Изабеллой. В 1992 году популярная английская энциклопедия «Кто есть кто» включила Фаину Раневскую в десятку выдающихся актрис мира.